Перчатки и в завершение старый армейский ремень. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Возможно, они таялись в складках этого старого тряпья и вот теперь вырвались наружу. Но, как говорится, предисловие затянулось. История первая. На сцене театра «Самарская площадь» – одно из самых известных произведений современного классика русской литературы Сергея Довлатова. Восемь новелл о приобретениях и потерях «Чемодан». Моноспектакль артиста театра «Ателье» из дружественного Штутгарта. Изменилось какое-то время, изменилось наше отношение к этому времени. Тем не менее, человеческие беды, страдания и радости и прочие моменты, они остались прежними. Этим хороша история. Это, когда Довлатов как раз говорил, когда человек куда-то уезжает, он не меняет ни место жительства, ни профессию. Он меняет одни неприятности на другие. И в данном случае, это, конечно, очень забавно, что где бы человек ни оказался, все равно он свой человеческий груз, своей жизнью, он с собой, как этот чемодан, тащит. Этой постановкой «Самарская площадь» открывает юбилейный 35-й сезон. Планы у театра амбициозные. Осенью труппа отправится на гастроли в Театр Российской Армии в Москву. Межрегиональная программа обменных гастролей реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт». Благодаря гранту Российского фонда культуры нацпроекта «Культура» этой осенью в Самаре готовит и пара-фестиваль. Это фестиваль инклюзивных театров. Уже второй раз наш театр является соорганизатором этого уникального проекта инклюзивных театров. В этом году он обрел статус всероссийского. И кроме инклюзивных театров нашей Самарской губернии мы будем встречать гостей из Санкт-Петербурга, Ижевска, Воронежа, Ульяновска, Уфы, Екатеринбурга и других российских городов. Зрители увидят и уже полюбившиеся постановки, и премьеры. А в конце осени на сцену выйдут два новых молодых артиста, которые приехали работать в театр из Воронежа. Мария Леевна, Максим Гусев, События.